ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Рафаэль Антонио, я директор проекта The Dark Messiah. Работаю в Arkane Studios. Можешь поделиться подробностями сюжета игры? Один продвинутый маг выдает вам задание, и чуть позже вы узнаете свою настоящую судьбу. Вам будет необходимо найти магический предмет и предотвратить предсказания. Вы, в принципе, отрицательный персонаж, и сможете выбрать, оставаться таким или перейти на сторону добра. Вы и есть темная мессия. Вы используете движок Source при создании игры? Удается ли вам воплотить в жизнь все идеи с помощью этого движка? Это просто потрясающий движок. Все, что мы задумывались сделать, можно реализовать. Мы очень хотели создать игру, в которой бы физика играла важную роль. У нас получилось очень интерактивное игровое оружие, и движок Source показал себя с наилучшей стороны. Система анимации тоже очень хорошая. Мы используем ее на всю катушку, например, для схваток от первого лица. Потрясающий движок, честно. Можешь описать, как происходит сражение в игре? Что касается наших намерений, мы стараемся добиться максимальной реалистичности, чтобы игрок чувствовал, когда он ударяет противника, или когда противник его хватает, например. Управление очень простое, все завязано на мышке. Левая кнопка атакует, правая блокирует. В зависимости от контакта, какая часть тела, какой момент времени, происходят различные вещи. Комбинаций очень много. Это и тактика, и веселье. Но это как бы первый уровень. Мы также хотим, чтобы окружение использовалось в качестве оружия. Например, противников можно сталкивать в пропасть, насаживать на кол, или можно сломать что-то, что упадет на голову врагу. Бороться бочками. Так что вот. Расскажи, пожалуйста, про систему магии. В игре всего 12 заклинаний, но мы очень хотим добиться креативного подхода от игроков. Магия должна использоваться для изменения окружающей среды. Например, при помощи льда можно сделать скользящий пол или заморозить противников. Есть и обычные атакующие заклинания. Например, огненная стрела или более мощный фаерболл. Можно создавать ловушки и загонять в них монстров. Такого рода заклинания, в общем. Сколько в игре оружия? Огромное количество. Мечи, кинжалы, посохи. В каждом классе еще много вариаций. Есть под категории магический лук, который стреляет двумя стрелами. Или магический посох, которым можно поджечь кого-нибудь. Однако это не игра с миллионом различных видов оружия. Мы не делаем традиционную ролевую игру. Наша задача создать уникальность вместо многообразия. Вы должны чувствовать разницу. Отлично. А что касается врагов, будут ли боссы? Да, боссы, конечно, есть на многих уровнях. Как, например, циклоп, которого показывают на экране. Также в игре вы столкнетесь с драконами. У каждого из них свой характер и поведение. Есть гигантские пауки. Будет очень круто. Стандартных типов врагов порядка 20. Сколько времени потребуется рядовому геймеру, чтобы пройти игру? Это сложный вопрос. Все зависит от ваших геймерских предпочтений. Можно, например, исследовать мир тщательно, собирать все секреты. Тестеры, которые знают, что делать, проходят игру за 15 часов. Остальные за 30. Исследуй и экспериментируй во вселенной игры. Вы сами фанат Might and Magic? Да, конечно. Мне очень нравились последние части игры, в особенности восьмая. Четвертая и пятая – бриллианты. Шестая – тоже ничего. Ну, а дальше начались повторы. Мне нравятся более инновационные игры. А играли ли вы в Heroes Mind and Magic? Пошаговую стратегию. Да, но я играл только в первую, и она мне очень и очень понравилась. В остальные, если честно, не играл. Мультиплеер очень затягивает. Игры съедают много времени. Это не принято, когда ты находишься на работе. Играть в них можно в вечность. Но мне очень понравилась первая часть. Я посоветую вам поиграть в пятую часть героев. Ее разработали в России. Невал Интерактив. Да, я знаю, мне показывали демку. Она выглядит круто. Что касается Dark Messiah, какие мультиплеерные режимы будут в игре? Команды Дифмач, а также Завоевание земель. Можно выбрать класс. Таковых в мультиплеере больше, чем в синглплеере. Герой развивается так, как вы этого хотите. И становится уникальным.